В основных ингредиентах фальмовое масло было как заменитель, дешевое фальмовое масло. Сказать, что оно вредно и фальмово влияет, я так категорично не могу сказать, тем более, слава Богу, мы его употребляем, но на хлеб немало. И он используется как один из компонентов приготовления того же мороженого. И сегодня мы говорим о другом. Ребята, да, прошли классики. Давайте продукты называть своими именами. Если это мороженое, так оно будет быть мороженым из пальмового масла. А если хотите, назовите это, я знаю, квазимороженое или мороженый продукт с использованием пальмового масла. Чтобы люди знали, что был выбор, что я ем не пломбир, который я положил за 19 копеек, в вафельном стаканчике, да еще с мороженой палочкой, да, какая предварь была. А ем нечто другое, хотя мне его упорно навязывают как пломбир. Я думаю, молочный продукт ем как молочный продукт, а не сурроган, бульон, да, компот, композицию из чего-то. Вот. Поэтому мы этот вопрос ставим, не делаем. Ну, во-первых, пальмовое масло это не традиционный продукт для нашей генетической палочки, да. Ну, были тяжелые пункты, хватит. Давайте будем. Отходим. У нас сегодня, знаете, кто в основном держит? Есть у нас такой калининград, он как раз в Северной Западе находится, там свободное экономическое здание. Вот вы видите, что комбижеры какое-то там пройдут, куда заводятся, и оттуда оно и дело просто развивается в ту пулу, и разводится по всей стране. Будем уходить? Сказать, что это вот та катастрофа, которая, вот если сравнивать с алкоголем, то не предназначено в том, что ее не потребляете. Не предназначено. Вот. То это, конечно, тысячи раз более опасно. И от сливочного масла есть вредная. От молока у кого-то возникает вредное воздействие. От молока у кого-то возникает вредное воздействие. Это не значит, что это. Поэтому сказать, что это опасный продукт нельзя. Он имеет свои изъяны. Но то, что от него нужно отказываться, и возвращать все на круги своя, и кормить население доброкачественным с точки зрения, названным. А не суррогатами, а в данном случае суррогатами. Даже миллиграмм добавлен, это уже не естественный продукт. Это уже суррогат. К этому надо идти, и мы на этой позиции стоим. А можно следующий вопрос отсюда исходящий. Будет ли увеличена мера ответственности в нашем КААПе за нарушение законодательства, в частности, фальсификации продуктов, подмены молочного отбежа? Мы этого категорически схотеем. Да не только. Мне кажется, это эпизод. Ну, не только. Вообще-то фальсификация. Вот поднятие этого вопроса, я считаю, просто бизнес. И я за это, что, понимаете, ну, действительно, один человек производит нормальный продукт, тратится на него. И это возглавляет по той же среде, который делает не все равно. Вот. А повышать ответственность надо. Сегодня вы знаете, что идет, я считаю, не совсем бесспорная позиция. Убия или зерки госнадзора с рынка. Этого делать не надо. Если госнадзоры воруют, берут взятки, сажайте. Но это не повод для того, чтобы снимать контроль и оставлять один на один потребительность производить. Не такой уж устоявшийся у нас сегодня бизнес, который ворочается во сне, да? От осознания того, что что-то там где-то нарушил какой-то технологии. К сожалению, наоборот, ворочался. Не нарушил, а мог. Вот. И поэтому принцип должен быть такой. Хорошо. Даже если я один раз три года пришел, я не символическим каким-то копейки должен отделаться, а такую сумму ему впаять, чтобы он разорит мне. Знаешь, почему? Вот тогда, если мы будем кого-то бояться. Ведь когда в Германии в этом году произошло две, я считаю, в Германии этот год был категорически не счастлив. Сначала помните, в начале года они изготовили 100 тысяч тонн кормов, куда было техническое масло заведомо внесено производителем, и изымали мясо с диоксидами и красные и белые германии. Это было экономическая диверсия, это было преступление сделано производительным, в чем осмысленно оно сделано, хотя он был не наш российский производитель, который вчера так узнал, что такое частный бед. И второе, вот это О-104, это тоже неэффективный, в том числе и контроль. И первое, что сказала Германия, мы будем ужесточать контроль, хотя сегодня германский контроль, это лучший контроль, лучший в виде советского контроля, который был. Там никто никого ни в чем не ограничил. Понимаете? И то провалилось, и то прокололись. С этими все-таки погибло 50 человек, а 700 человек стали инвалидами, инвалидами, потому что у них был гимнолитический университет. После этого заболевания даже человек выживает, у него почки на всю жизнь больные. Ему надо или пересадку делать, или постоянно ходить на диагноз. Вот результат. Вы столько эффективно в бизнесе, в Германии, и столько эффективно в гипсинской помощи ведут, чтобы они не говорили. Вот так. Поэтому надо ужеесточать по всем параметрам, не только примитивно-кваговым лампом.